Вот я выехал по Юбилейной, вот здесь вот спустился, поднялся по Юбилейной, и вечером всё, это было перекрыто уже. Новость о перекрытии улицы Юбилейной, рассказывает житель Николаевки Константин Толщин, буквально повергла его в шок. Говорит, раньше он всегда пользовался этой дорогой. Теперь же, чтобы добраться до дома, приходится петлять, да ещё и по бездорожью. Улица Локомотивная вся в ямах, да и обочины уже осыпаются. Я боюсь того, что ко мне ни пожарка не сможет подъехать, ну мало ли что может случиться, скорая, та же самая. У меня ребёнок в садик, мне вот везти его надо, вот внука, вот по таким вот этим колдобинам. Я вот вчера вот ехал, я проскрябал всё, что можно, всё дно прошкрябал. Ездить по ямам и колдобинам теперь вынуждены жители почти двух десятков домов на улицах Локомотивной, Юбилейной и Байкицкой. Люди возмущены, внедорожники есть не у всех, а легковушки уже сейчас с трудом преодолевают такие препятствия. Что будет зимой, когда земля покроется снегом и льдом? Как мы будем дальше жить? Это ладно, кто-то привёз уголь, кто-то вот, ну, дрова запасся, кто-то вот сейчас перекрытые дороги. К нам никто сюда под гору не едет, поэтому мы рано ещё летом привезли, допустим. А другие не могут, например, да, тут гололёд будет. Сейчас вот к нам тут не спустишься, не подымешься. Я скорую вызывала себе, да, они говорят, а такой улицы нет. Я говорю, простите, мы вообще уже где-то, нас нет, а мы вот они есть. На улице Байкицкой остались всего два дома. Они не попали под снос, поэтому фактически люди сейчас живут на стройплощадке. Именно здесь пройдёт новая развязка с Николаевского моста. Землю гребут и ровняют прямо под окнами. Люди говорят, про чистую обувь уже и забыли. Каждый день вынуждены месить грязь. А теперь, когда ещё и улицу юбилейную перекрыли, топать приходится в два раза больше обычного. Я ходила в аптеку, где Дельвейс. Это я вот такой круг дала, потом вокруг здесь вот прошла. Так бы я, может быть, тут 500 метров, но я километра три по грязи. Здесь мало того, что дорогу всю разбили камазами, сейчас ещё и перекрыли. То есть, ладно, проехать можно, не пройти вообще. Я не знаю, как теперь остался вот наш пятачок, но хоть бы уже тогда сносили всех. В администрации, в свою очередь, говорят, сносить больше никого не будут. Однако жителям, которые остались на этих трёх улицах, пообещали помочь. Дорогу должны будут привести в порядок. Принято решение эту дорогу подсыпать. С подрядчиком управления капитального строительства уже связалось и достигнут договорённость, что вот буквально завтра, максимум послезавтра, эту дорогу подсыпят, приведут в нормальное состояние, чтобы люди могли добираться до своих домов. А вот новых перекрытий в Николаевке не избежать. В конце октября для проезда почти на год закроют участок улицы Чкалова. Катерина Любим, Иван Дорофеев и Александр Ермошенко. Енисей. Новости. Новости.